Добрый день! В этом обзоре насосного оборудования хозяин мы остановимся на группе погружных скважинных насосов. Широкое применение насосы получили на дачных и частных приусадебных хозяйствах в индивидуальных системах полива и водоснабжения. Скважинные насосы в основном предназначены для подачи воды из скважин и колодцев. Скважинные насосы хозяин снабжены предохранительным клапаном, который удерживает столб воды при внезапной остановке двигателя, что облегчает повторный запуск, предохраняет от вращения лопастей в обратную сторону. Электродвигатель скважинных насосов хозяин относится к типу маслонаполненных. На наш взгляд, эта конструкция более надежна, чем насосы с двигателем, которые заполнены воздухом, так как они могут быть погружены на большую глубину от уровня воды. Максимальная глубина погружения скважинных насосов хозяин 30 метров. Для сухих двигателей эта глубина, как правило, не превышает 10 метров. Рабочие колеса скважинных насосов хозяин центробежного типа выполнены из технополимера. Вал электродвигателя выполнен из нержавеющей стали. Насосы серии NG представлены тремя моделями. NG 1.30, NG 1.45, NG 1.60. Отдельно хотелось бы указать, что диаметр скважинных насосов хозяин составляет 3,5 дюйма. Это 90 миллиметров. Обращаем на это ваше внимание, так как бытовые скважинные насосы могут быть разного диаметра. Чем больше диаметр насоса, тем большего диаметра скважина ему требуется, и чем дороже обойдется бурение такой скважины. Важно! Максимальная производительность для скважинного насоса зависит от нескольких условий. Как правило, это высота подъема и планируемое давление в системе. Поэтому она определяется как диапазон значений. А для подбора оборудования всегда лучше прибегать либо к помощи специалистов, либо к специализированному программному обеспечению. Обращаем на это ваше внимание и переходим к рассмотрению характеристик насосов. Скважинный насос NG 1.30. Потребление электроэнергии составляет 450 Вт. Максимальный напор 33 метра. Максимальный расход 40 литров в минуту. Номинальное значение напора 30 метров и расхода 1 кубометр в час. Скважинный насос NG 1.45. Потребление электроэнергии составляет 600 Вт. Максимальный напор 50 метров. Максимальный расход 40 литров в минуту. Номинальное или рабочее значение напора 45 метров и расхода 1 кубометр в час. Скважинный насос NG 1.60. Потребление электроэнергии составляет 800 Вт. Максимальный напор 67 метров. Максимальный расход 40 литров в минуту. Номинальное значение напора 60 метров и расхода 1 кубометр в час. Итак, что мы увидели в скважинных насосах хозяин? Оборудование, соответствующее своей ниши на рынке. Здесь нет инновационных решений, которые безусловно повлияли бы на цену, но при этом в наличии все необходимые составляющие качественного насоса. Все насосы, независимо от производителя, чувствительны к перепадам напряжения в сети. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать стабилизатор напряжения. Следующий наш обзор оборудования хозяин расскажет о дренажных насосах. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok